В Украине, как вы уже знаете, состоялись выборы президента, судя по результатам первого тура голосования, следующим главой государства у них вполне себе может стать артист и КВНчик Владимир Зеленский. Ну, наконец-то, все начинает проясняться, маски, так сказать, сброшены. Теперь-то вы поняли, кто истинный кукловод в этом театре, кто на самом деле стоит за кризисом в российско-украинских отношениях, кто поссорил нас с нашими соседями правильно. Это был Масляков. Это ведь он, вероятно, с подачи госдепа еще в начале 2000-х раскрутил фигуру Зеленского, затем дал тому добро на использование КВНовской концепции в Киеве, украинскую лигу клуба веселых и находчивых создал, благодаря чему будущий политик стал невероятно популярным. Господи, мы-то думали, человек юмористическое движение развивает, делая мир лучше, а оно воно как. Банальная схема американских спецслужб по взращиванию русофобов, на самом деле это я сейчас просто фантазирую, пытаясь представить, что будет нести Соловьев в своем телешоу сегодня вечером, ну или его коллега, бредоносец Киселев в воскресенье. А вот действительно что? Какую чушь теперь эти журналисты будут толкать своим наивным зрителям? Хотя до второго тура еще есть время на фабрике лжецов, в смысле в администрации президента, конечно же, кто не что-нибудь да придумает, а то ведь сказочники без работы рискуют остаться, а дурачки без сказок. Начинаем! А в России очередной прорыв. С 1 апреля на 2% увеличились социальные выплаты по пенсиям, повышение затронет по меньшей мере 4 миллиона человек, и это большое дело. Ох, и заживут теперь эти счастливчики, тем более, что в цифрах-то индексация составит 182 рубля. Я даже боюсь себе представить, какие это деньжища, особенно если учесть, что только инфляция. По итогам 2018 года составила 2,5%, цены выросли на 5%, а тарифы ЖКХ почти на 6%. НДС 11 пунктов прибавил, и то го, в реале пенсии обесценились в 1,3 раза, а подкинули 3,50. Короче, если совсем на пальцах, вот возьмите сейчас коробок спичек, это пенсионная выплата россиянину в 2018 году, теперь достаньте оттуда 13 штук и положите обратно 8. Вот так и будет выглядеть пенсия того же гражданина в 2019, занимательная математика, верно? Правда, и тут тоже не радуйтесь, потому что компенсацию 8 спичек люди получат лишь в мае, январь, февраль, март, апрель минус 13. Когда для каждого гражданина в месяц будет прибавка 1000 рублей. Увеличение пенсии в месяц составит порядка 1000 рублей. Почему я не называю сейчас конкретную цифру в месяц? В месяц, конечно. Круто, да, ведь этим враньем нас кормили совсем недавно, года не прошло, а вы тогда, дорогие пенсионеры, развесив уши, радовались, вероятно, даже размышляли на тему, что сейф придется приобретать потыше, да каждый месяц. О, ё-моё! Куплю жене сапоги. А тут раз и 182 рубля с мая, согласен, не совсем обещанная ежемесячная тысяча, но кто ж знал тогда, в июне 18-го, что Зеленский и Масляков такую подляну российскому народу кинут. Раньше хоть только американцы нам пакостили, а сейчас вот обидно. Честное слово обидно, особенно за стариков наших, и как этому Зеленскому вообще не стыдно, у него дед не воевал, что ли, или старушки матери, нет, нехороший человек. Чтоб его фамилию в бюллетене с маленькой буквы «З» написали, а это реальная журналистика, всё равно нас не сломить никаким ворогом, тема сегодняшнего выпуска. Поехали! Продолжаем о прорывах и о Зеленском тоже. Кстати, а где вы думаете, этот мутный кандидат в президенты Украины провёл все минувшие выходные? Вот и я тоже был уверен, что в Киеве у себя в избирательном штабе он нет. В распоряжении нашей редакции оказались кадры, которые могут служить косвенным подтверждением тому, что и украинского КВН-чика политика, и американского президента, во всяком случае людей похожих на них, видели в Пирме, а потом случилось вот это. Хотя, если честно, данный дом был признан аварийным ещё в 2014-м, но ремонтировать его пермские коммунальщики не спешили, оно и понятно. Впрочем, тогда же, помните, Майдан в Украине случился, затем Олимпиада в Сочи проходила, после радости от Крым-наш, не до того, в общем, было. Потом как-то закрутились, замотались, забыли. Дом сам о себе напомнил 31 марта, гастеры крышу от снега чистили, и вот такая неприятность произошла. Рухнул свод под весом двух дворников с лопатами. Сейчас жильцам по суду придётся доказывать, что причиной обрушения стала ветхость здания. Хотя, повторюсь, я бы по подозрению Зеленского и Трампа не снимал. Днём раньше, кстати, людей, похожих на этих типов, видели и в Саратове. И что вы думаете? Нельзя гулять под старыми зданиями, только что обрушилась крыша. Стоит огромное пылище. Надеюсь, никто не пострадал. Район 2-й дачный. Обратите внимание, оба случая идентичны. Проваливается крыша в жилом доме. Оба ЧП происходят практически одновременно. В эти дни вся Россия пристально наблюдает за ходом голосования в Киеве. Мне, к слову, кажется, что и выборы-то специально как отвлекающие манёвры были придуманы. Особенно если учесть, что в штабе Зеленского загодя подготовили для своего кандидата алиби. Совпадение? Не думаю. А не в нашей ли воде тренируются американские пловцы и потом на Олимпиадах отбирают наше золото? Делать золото из нашей воды. Ну, а если серьёзно, друзья, а ведь именно такой программный продукт выходит в эфир канал «Россия-1» каждое воскресенье в 20.00. Я сейчас не о пародии 95-го квартала, которую только что показал. Я вообще обо всём сегодняшнем выпуске вот такой вот мутью с завидным постоянством кормят миллионы россиян уже долгие годы. Долгие годы, господа, и в эту бредятину, в это враньё наши с вами соотечественники верят. Вот ещё пример. Пожалуйста. Некая комната в американском городе. Эрозия нравов, порождённая за океаном. Размывание института брака. Европа безропотно берёт примеру США. Неужели так должна выглядеть детская? Затем находится в кратчайшие сроки после выхода в эфир этого сюжета данный ролик на Ютубе. и выясняется, что на самом деле на этой стене были изображены автомобили. Нет, понятно, что политики во всём мире привирают, иначе они не были бы политиками. Им ведь важен рейтинг, а избиратель любит ушами. Понятно, что СМИ в большинстве своём существуют именно для того, чтобы формировать то общественное мнение, которое нужно и выгодно этим самым политикам. Но, господа, по-моему, есть разница. Одно дело слегка приукрасить картину, и другое тупо её сфальсифицировать. Собственно, чем и занимаются отечественные пропагандисты сейчас, и людей жалко. Они ведь как дурачки ведутся. И вот теперь, кроме шуток, дело в том, что моему коллеге, уральскому журналисту Евгению Анисимову, вы с ним знакомы по проекту «Что произошло?», начали поступать угрозы после одного из последних выпусков. В той программе Женя рассказал о чиновнике из города Каменск-Уральске, из Свердловской области, некоем Владимире Шаураксе, который вместо того, чтобы решать проблемы горожан, пишет на обратившихся доносы в полицию, мол, а он там в соцсетях что-то не то лайкнул, отвлекая тем самым стражей порядка от реальной борьбы с преступностью, ну и сам заодно отлынивает от работы. Материал вышел в эфир 30 марта утром, а уже вечером начались звонки. И начались угрозы, причем угрозы, они идут не мне лично и не от Шауракса лично, они идут от друзей Шауракса, моим знакомым, вот такая вот цепочка странная, но я понимаю, что и они это понимают, что я могу это записать, поэтому, естественно, делают хитрее. Но угрозы идут, сначала мой один коллега с местного телевидения позвонил, всячески интересовался, что мы это так Шаураксом интересуемся. Ну, угроза такого плана, сначала началось успокоить своих друзей с Крик-ТВ, а потом продолжим с тем, что ты живешь в деревянном доме, он очень хорошо горит. Мне просто хочется, чтобы те, кто должны это услышать, обязательно обратили на данную историю внимание. Ну, а я, пользуясь случаем, хочу пригласить господина Шауракса к нам в эфир, по крайней мере, объясниться. И если окажется, что я не прав, я готов принести публичные извинения. Связаться с нами можно по электронной почте, в любой поисковой системе найдете, или через Евгения будем ждать. Это была реальная журналистика, дальше сами все знаете. Подписывайтесь на канал, в соцсетях тоже жду. Темы не забывайте предлагать под ними, мы обсудим, а я за всем спешу откланяться. Все, пока. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok